Всем привет! Это главный блог о казахстанском хоккее. Продолжаем серию прямых эфиров с интересными гостями. У нас Дмитрий Степанов. Головой облёт не спрашивает про планы на стройную игру. Страницы Головой облёт в сетях Инстаграм и ВКонтакте. Это место, где израненные души болельщиков казахстанского хоккея найдут покой. Да и просто для всех тех, кто хочет быть в эпицентре самых главных новостей. Головой облёт – это жизненно необходимый ресурс. Горячие инсайды, розыгрыши призов, прямые трансляции с главными лицами нашего хоккея и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Время исправляться. А сегодня мы будем говорить, ну, так, для души, о позитиве. Ну и, конечно же, узнаем. Опа, опа, опа. Опа, опа. Салам алейкум, Баке. Здарова алейкум, Саке. Калкалай, калкалай. Джаксы, джаксы. Вот так, вот так он заметает. Всем привет, кто смотрит нас, кто не смотрит. Так я торопился на всех парах, бежал быстрее. Смотрю, уже не успеваю. Хорошо, что ты вообще красава, просто натуральный. Ты всегда с юмором залетаешь. Так, конечно, только так и надо залетать. Слушай, я только так и залетаю. Первое, вот я вот, опа, опа, Женя Балякин тебя салам загоняет. Ну-ка, давай ему. Конечно, саламчик всем. Западный казах, все дела. Давай, Тёмыч, слушаю тебя. Так, смотри, я просто хочу сказать, что я вот как первый раз с тобой познакомился. Это было так давно, что уже просто эта история обросла легендами. Но я постоянно ее рассказываю, кто не знает. Когда, короче, сборная там собиралась. Это много-много лет назад было. Еще отель Рейдисон был в этом. Еще Астана была Астаной. Короче, мы там, получается, там турнир проводили по смешанным единоборствам. И там мои ребята, которым я помогаю, бойцы выступали на этом турнире. И все мы заезжали вот как раз-таки в Рейдисон. И я в лобби услышал просто бешеный смех там. Ну, просто атас там творился какой-то. Я думал, там цыганская свадьба. И я повернулся и увидел, что там сидят игроки сборной Казахстана. Как раз ты был в составе. И ты был там душой компании. Мы там, короче, закрешились. Ну, и было, ну, прикольно, короче говоря. И вот с тех пор ты не меняешься. Я хотел прорекламировать, чтобы я был тамадой на свадьбах. Вообще, да. Ты в легкую, в легкую, кстати, можешь быть тамадой на свадьбах. В легкую, просто. И там тоже веселил народ. Жестко веселил. Я тебе говорю, там весь отель был в шоке. А еще, знаешь, я помню, когда там у Биба Рыса был банкет по поводу выхода в финал, по-моему. И ты тоже там зажигал. Вообще, просто душа компании. Зажигалочка. Да, я помню твою вот эту культу, когда мимо проходили арбитры. Ты не помнишь, что ты арбитром кричал? Ну, я только это, судья, молодец, хорошо судим. Вот, вот. Ты начал во время этого корпоратива кричать эту фразу. И просто ее все подхватили. Ну, было, короче, просто бомбически. Так что свадьбу ты в легкую можешь вести. Дим, такой момент, смотри. Я когда, короче, смотрел Биба Рысовский состав, да, на новый сезон, и вообще фотографии просматривал. Молодцы, там, ребята, вот там Ислам при старше фотки выкидывает. Я там тебя не увидел. И потом до меня дошла инфа, что ты, оказывается, больше не в Бибе. Я чуть в обморок не упал. Ты же, понимаешь, ты же вот с таких лет в Бибе. Мы же тебя помним. Как, как, почему? Там Жека Дерябин с таких лет, я чуть-чуть попозже подошел. Но тоже 6 лет отдал должного в Атерау. Да, сейчас все, пути наши разошлись. Перешел на другой уровень, в другую команду. Так что, думаю, в лучшую сторону все это для меня произойдет. Слушай, ну, 6 лет, понимаешь, 6 лет в чемпионате. Вот Женя Дерябин здесь тоже с нами. Привет передает. Да, 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 привет. Дим, 6 лет в чемпионате, где просто вот люди так рандомно. За сезон бывают 2-3 команды меняют. Ты 6 лет был в Атерау. Ну, я не поверю, что ты легко оттуда ушел. Что-то вынудило тебя или что? Скажи немного. Просто стабильность признаков Мстерслава была. Ну, было, как говорится. А сейчас чуть-чуть стабильность у нас не такая стала. И приходится находить другие пути. Да, так это очень печально, конечно. Все там мне нравилось. Много у меня друзей, знакомых. Всегда приезжаю со всеми, общаюсь. Подружился уже со всеми, как родной город стал для меня Атерау. И постоянно сейчас пишут друзья, знакомые, болельщики, как дела, куда ушел. Когда вы, когда приедете на игры, когда увидимся, все это. Да. Грусть чуть-чуть есть. Ну, ладно, ничего страшного. Переживем. В Аккбе, думаю, так же у нас все будет хорошо. Будут новые друзья, знакомые. В Атерау тебе все знали. Я знаю, что у тебя, да, вот есть там культ. Мне сегодня, когда узнали, что будет с тобой прямой эфир, написали. Понимаешь, до того дошло, мне писали работники. Там у вас есть заведение, Хуторок называется. Да, да, есть такое. Ты говоришь там. Я смотрю, вот они смотрят. Привет всем большое. Очень соскучился по вам, по вашей кухне украинской. Украинской. Слушай, ну так говорят. Сразу же зайду в гости. Ждите. Поляну готовься, сразу говорю. Так просто не делай. Откуда ты вообще так? У тебя так реально по жизни? Ты вот со всеми так на позитиве? Как ты вообще? Так это позитив, это самый кайф в моей жизни. Все на позитиве. Шутка, прибалутка. Улыбнулся, подмигнул, все дела сделал, ушел, пришел. Я думал, знаешь, я сначала думал, что когда вот так мы общались, да, там когда вот по сборной, я помню. Я думал, у тебя маска какая-то, что ли. Ну как? Я думал, как так можно все время на позитиве? Потом вот ирау, раз, два, три. И реально, я помню даже, было у нас с тобой интервью, когда ты говорил о проблемах Би-Борыси. Помнишь, что вот не платили? Ты же самый первый из Би-Борыси, кто вообще за эту тему взял. Ну ты же первый сказал, помнишь? Вышел. Я помню, это после игры было, по-моему, мы разговариваем. Да. Так ты даже тогда улыбался, понимаешь? Да, мы еще не очень хорошо сыграли, я помню. Да, 8-2, помню еще от этого. Зачем быть пресектовой, чтобы все слышали? Пусть голову вычесали, чтобы думали. Слушай, ну я к тому, что ты по жизни, да, такой, короче, весельчак на позитиве? Да, конечно, без этого никак, без улыбки. Ну как, женитьба-то тебя изменит, как думаешь? Меньше больше улыбаться. Я думаю, еще больше буду счастлив. А когда вот там люди пишут, что вот завидный жених, ты вообще жениться собираешься, нет? Ну, собираюсь, пока ты молодой, перспективный. Так что все впереди, надеюсь. Девчонки, опа, да, кто-то там упал на словах молодой. Смотри, девчонки нам, вот, Алина пишет, это вообще одна из самых красивых волейболистов Казахстана. Вот тебе привет передает, слушай. Ей тоже привет большой. Короче, все эти, ты просто звезда понимаешь. Хоть бы на волейбол раз в жизни сходить посмотреть, как там подачи подают, прием. Ну, давай раскроем, а, раскроем. Ты уже все знают, что ты переходишь в Актобе, получается. Вот сейчас Ержан спрашивает. Ты в Актобе переходишь? Ержан, привет. Да, в Актобе перехожу. Все, завтра уже уезжаю, пока я еще дома нахожусь. Но завтра с утра дальняя дорога до Актобе будет у меня. Ты, получается, из Екатеринбурга, да? Ты сейчас в Екатеринбурге, да? Да, в Екатеринбурге, да, дома. Завтра утром, в 8 утра стартую. Да, там, получается, там больше, там тысяча километров где-то ехать, да? Да, да. Из Екатеринбурга, да, Тарам? Да. Куда к тебе? Да, 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 все ехать. А ты к дороге-то готов? Еще не совсем. Сейчас буду еще, дособерусь чуть-чуть, приготовлюсь и все. Главное, машину заправил. Бензина хватит. А на чем выкатываешь? Что у тебя за колеса-то? Ну-ка, скажи нам всем, расскажи. Да, обычная машина. Ну ладно, что ты скромничаешь? Вольцваген. А марка это будет секрет. Слушай, а получается ты выкатываешь завтра в октобе и, насколько я знаю, в октобе уже в понедельник тренировка. Ты успеешь на первую тренировку там? Так, конечно, я завтра вечером, надеюсь, буду там, на ужине. Вкусненько покушать. Дай бог, дай бог. И отдохнуть, да, дай бог. Я еще не один еду, так что веселей дороги. Кого берешь с собой в дорогу? Ну-ка, рассказывай. Попутчиков. Да не, шучу, конечно. Вот этот Вадик Митриков тоже прилетел. А, Митриков. Да, вместе поедем. Мы Степу Филонову. Привет ему, кстати, привет ему. Заберем. Да он вон спрятался, не хочет показываться. Да? Ну, он вообще скромный сам по себе, по жизни что-то. Конечно. Конечно, спрятался, все, говорит. Не показывай, не говори про меня, ничего. Получается, Митриков и Филонов, и вы вместе бандой все поедете, да? Конечно. Он им драйву пишет. От уралского банда поедет в Актобе. В Актобе трое вас, да, действительно? Да, да, да. Актобе встречай нас. Слушай, а они на бензу хоть тебе скинутся, нет? Да, конечно. Ты давай там? На бензу, по-любому. Я думаю, и за руль еще посадить по очереди. Протестирует хоть машину, может быть, доверять в следующий раз или не доверять. Так, Дима, в Барыс не уйдешь. А, там про Барыс разговора нет. Я просто параллельно смотрю вопросы какие. Короче, я так понял. Мы с тобой вообще договаривались о грустном сегодня не говорить, да? И не надо. Да, конечно. Я не договориваю о грустном, я только о веселом. Ну, просто чтобы людям просто интересно, чтобы прояснить. О, Нурлан Молдашев тоже здесь. Нурик, привет, Нурик, привет, да, братуха. Нурик тебе ничего не должен? Нормально все с ним? С Нуриком вообще все, мы решили вопросы. Ну, так он пару песен обещал спеть еще. А, Нурлан Молдашев, кто не знает, это администратор клуба Би-Барыс. Тоже очень-очень позитивный человек, да. Вот такой вот пацан, позитивчик. К нему обращаются, любые просьбы всегда делают, помогают молодец. Хороший человек. Слушай, даже обидно, что ваш с ним тандем разошелся, вот. Он же, блин, вы прям такие на позитиве, реально, пацаны. Да, да, обидно. Пусть он тоже, он в Ак-Тубе не собирается, надо спросить. Нурлан, в Ак-Тубе не собирается. Я бы с тобой позвал. Нурик, в Ак-Тубе поедешь, нет? До этого поем что-нибудь. А то вот Ирау не удалось вам исполнить. Скажи, пожалуйста, вот о грустном не будем, но все-таки вот, чтобы люди понимали, я так понял, что там какая-то судебная тема идет с Би-Барысом, и кто как раз-таки в ней участвует, те не играют сейчас на новый сезон в Би-Барыси, не, ну, все. Ну, да, так и есть, но за свои деньги заработанные боремся, так скажем, судимся. Да, кто сейчас, ну, кто решил судиться, тех сейчас нет в команде. Все сейчас в других командах, ну, в основном, так смотрю, все команды нашли, устроились, молодчики, парни. Даже сомнений не было, что кто-то будет искать что-то там долго. Все нашли, все при команде, потому что такие классные пацаны, я думаю, всех как пирожки разобрали. В Павлодар тоже приехал один, хорошо. Да, но, тем не менее, так что. Скажи, пожалуйста, при этом передавай. Обязательно передам, обязательно. Но он сейчас вообще на суете, они тем более уехали на сборы, но я вот когда его видел первые дни, он еще, знаешь, немножко у него акклиматизация, он не может понять, что. Ну, видно, что у него и сын вроде идет в садик. Короче, движника очень много. Ну, понятно. Очень много движника у него здесь. Скажи, пожалуйста, вам какой-то юрист помогает? То есть, ну, там профессионалы, люди помогают или так? Ну, да, у нас адвокат, юрист, все, у нас есть профессионалы. Нашли, все, они работают, занимаются нашими делами. Так что, ну, что от нас требуют, мы все делаем, бумаги, доверенности, все заполняем, отправляем, чтобы все как было положено. Короче говоря, вы все, что заработали своим честным трудом из-за чемпионства, отдавать не хотите, будете за это биться? Так, конечно. Это же не так просто. Тем более, заработанные деньги с потом, кровью, травмами там. И это не каждый раз такое бывает. За чемпионство, да и за сезон. Нам должны за сезон ни одной премии не дали. Это то же самое. На работу выходишь, там, задачи, ну, это выполнил, а тебе ничего. Все, молодец, хорошо, и до свидания. Как бы это неприятно, непресиво. Всю жизнь давали деньги, премию. Все время было, а в последнее время что-то проблемы какие-то начались. Вот как бы вот это нас и не устроило. А 8-2 в Павлодаре, 2-8 точнее, для Бейбары, это не случайно было, честно скажи, уже? В Павлодаре в этом году хорошая команда была. Думаю, если бы чемпионат продолжался, у них хорошие возможности были побороться за медали. Ну, понятно. Короче, ушел ты от ответа, короче. Думаю, конечно, это случайно было. Ну, не случайно, да? Ну, все равно случайно. Ну, понятно. Видимо, ворота нам больше поставили, шайбы залетали. Надо было проверить, что я сказал. Чирбат еще психанул там, что творил вообще. Ну, да. Настраивался, наверное, на эту игру. Ну, ему-то было что доказывать. Два года залетал этого момента, но... Чтобы с Бейбары как-то играть. Да, понял вопрос, если даже это поговорили так. Пару слов друг другу. Сказали. А что он тебе сказал? Да так что-то мы с ним поздоровались, как дела, ну, и все. Он потом, правда, через смену, что ли, забил нам. Я думаю, зря с ним разговаривал. Скажи, пожалуйста, тоже такой момент, очень такой, ну, колкий-колкий вопрос тебе. Смотри, а те пацаны, которые остались в Бейбарыси, да, ну, кто тоже так же с вами играл в том сезоне, как вы с ними вообще? Вы с ними краями или вы с ними друзья? Или никаких проблем? То есть они сделали выбор, они остались в Бейбарыси. То есть газовать же они не стали, получается? Да, у каждого был свой выбор. Кто-то решил судиться, кто-то нет. Нет, у нас все дружеские отношения так и остались. У нас даже группа Бейбарысовская. У них осталась прошлогодняя команда. Там все в этой группе сидим, общаемся, вот постоянно, каждый день переписываемся, общаемся, фотки скидываем. Как бы дружеские отношения. Коллектив у нас вообще классный был. Я лучший коллектив, вот сколько играю, 30 лет. Ну, и играю в хоккейне 30, конечно, так. И все, в общем.